МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На прямую линию поступил вопрос от жительницы республики Дины Кайчуевой. Она интересовалась, когда будут проходить Дни Карачаева-Черкесии на выставке в форуме «Россия в Москве» и что там будет представлено. Официальное открытие уже состоялось. Прошло оно в День народного единства по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Молодые люди из КЧР, которые обучаются и работают в Москве, и теперь с нетерпением ждем Дня Карачаева-Черкесии на форуме. Хотелось бы у вас поинтересоваться, когда примерно будет проходить Дни Карачаева-Черкесии? Что именно мы хотим донести презентации своего региона аудитории форума? Спасибо большое за ваш вопрос. Дни Карачаева-Черкесии будут проходить 8 декабря текущего года, где наша экспозиция, которая уже представлена с 4 ноября. Конечно, мы будем говорить о нашей истории, о нашей самобытности, о наших успехах, о славном труде наших предков нашей республики. Поэтому я уверен, что экспозиция Карачаева-Черкесии будет самой лучшей. И все гости, которые будут приходить, они, конечно, кто не был в Карачаево-Черкесии, обязательно захотят посетить Карачаево-Черкесию. У нас представлены и развитие нашей республики, успехи. Конечно, наши символы, такие как обсерватория астрофизическая, наши курорты. Поэтому я считаю, что и, кстати, при открытии нашей выставки, вот Мурат Олегович Аргунов, представитель правительства, был на открытии выставки, но мы были одними из самых таких, которым было интересно посетителям. И самая посещаемая выставка была, это выставка Карачаева-Черкесии. А 8 декабря будет официальное открытие. Я всех приглашаю, приглашаю прийти, всех наших земляков, студентов, людей, которые проживают в городе Москве. Те, кто будут в этот момент находиться на территории Москвы, в Московской области, чтобы пришли и поддержали нас. Я думаю, что мы будем самыми лучшими. Экономисты России отметили профессиональный праздник. В Доме правительства состоялась торжественная церемония награждения. Отметили тех, кто за долгие годы работы показал хорошие результаты в профессиональной деятельности. В чем суть специальностей и о значимости профессии. Смотрите в нашем репортаже. В зале собрались те люди, которые тесно связаны с цифрами. Каждый из них выполняет невидимую рутинную работу. Но результат их деятельности очень важен. От их точного расчета и благоприятного прогноза зависит процветание любой отрасли. В роли предсказателя, основываясь на фактах, выступают экономисты. Это сравнительно молодой праздник и отмечается всего 8 лет. Но экономическая история России, конечно, насчитывает столетия. На разных ее этапах деятели экономической сферы сталкивались со сложными вызовами, которые преодолевались благодаря своевременным и выверенным экономическим государственным решениям. Наш непростое время – не исключение. От современных экономистов требуются высокие компетенции, добросовестность и умение брать на себя ответственность. 11 ноября является днем профессионального праздника экономистов всей нашей страны. Работа экономиста подразумевает работу с большим объемом данных, с определенными цифрами, с аналитикой процессов, которые протекают в серии экономики. И, безусловно, это требует и большого умственно-интеллектуальных нагрузок. И, несомненно, является одним из важнейших оплотов процветания любого как субъекта и государства. Марина Гачияева работает экономистом с 2008 года. Начинала трудовую деятельность в Абадинском районе. Сейчас работает начальником отдела Министерства экономического развития Корчаева Черкесии. Большинство выпускников школы чаще всего не имеют четкого представления о будущей профессии. Но Марина Гачияева твердо знала, в какой сфере будет трудиться. Профессию выбирала осознанно, шла целенаправленно именно по этому профессиональному пути. Профессия достаточно серьезная, значимая во всех сферах деятельности. В связи с тем, что в каждой отрасли есть экономисты. Экономиста – ответственная профессия. Это призвание. От его работы зависит очень многое. Они определяют прогнозы и понимание того, в каком направлении должна развиваться экономика субъекта, от которой зависит и благосостояние людей, говорили на мероприятии. Министерство экономического развития – это голова всех министерств, голова всех программ. Я хочу вас уверить, что мы все очень ценим вашу работу и надеемся, что вы и в дальнейшем будете столь же профессионально, столь же успешно ее выполнять. Экономисты обеспечивают слаженную работу организации в самых разных областях. В свою очередь предприятие определяет устойчивость экономики региона в целом. Труды экономистов отмечают каждый год. И в этом году к благодарностям и наградам было представлено около ста человек. Очень приятно, что руководство нас выделило для награждения грамотами различной степени. У нас очень дружный коллектив. О своей работе что могу сказать? Трудимся на благо нашего района, чтобы наш район процветал. Стараемся входить в ногу со временем. На церемонии награждения еще раз отметили то, что качество жизни населения и рост инвестиционной привлекательности будет, как и прежде, зависеть от профессионализма представителей экономики. Все ждут высоких результатов от благоприятных и верных прогнозов экономистов во благо нашего региона. Бизнес-конференция, направленная на поддержку и развитие молодежного предпринимательства в регионе, прошла в Черкесске на площадке ЦМИД. Кто принял участие в мероприятии, какие вопросы и проблемы подняли его участники, сейчас мы узнаем. Развитие малого и среднего предпринимательства среди молодежи является неотъемлемой частью экономической системы хозяйствования нашей республики. Доказательством этого служат программы в поддержку начинающим бизнесменам, проводимые встречи для их обучения. В рамках очередного мероприятия организовали пленарное заседание, где спикеры и участники обсуждали актуальные вопросы и проблемы, связанные с молодежным предпринимательством. Для получения результата, как и в любом деле, нужно время и терпение. Спикеры в формате диалога и дискуссии разобрали циклы экономики, дали рекомендации для молодежи. Люди, когда берут кредит, у них повышается количество потребления, значит, экономика растет. Но надо платить по долгам, а не сокращает потребление, чтобы деньги высвободить. И экономика из этого падает, потому что экономика растет, когда у меня много покупают, а у меня меньше. Участники смогли получить консультации от экспертов и ознакомиться с возможностями финансирования своих проектов. Дали информацию, как развивать навыки для предпринимательства, бизнес-мышления и лидерства. Елизар Гудманов – молодой бизнесмен. Он работает в команде. С коллегами развивают онлайн-школу. Предприниматели – это большая возможность, во-первых, пообщаться напрямую с министрами, которые связаны с как раз министром экономического развития, министром молодежи и другими представителями, которые могут рассказать про государственную поддержку, про грантовую поддержку и так далее. Я смог узнать чуть больше про грантовую поддержку, которая сейчас проходит для молодежи 25 лет. Узнал чуть конкретно про свои условия. Плюс, в общем, подробнее ознакомился с мерами поддержки в Карачао-Черкесской республике. Молодежное предпринимательство – перспективный федеральный тренд. И в нашей республике есть возможность получить поддержку на этом пути. Предпринимаем и будем предпринимать все необходимые меры, всю необходимую поддержку для того, чтобы молодые люди на самом старте осуществления своей предпринимательской деятельности получили прочный фундамент, на который смогли бы опереться, приступая к реализации своего дела. Еще на бизнес-конференции были проведены тренинги, на которых участники могли получить полезные знания и опыт для развития своего бизнеса. Одной из особенностей мероприятия была бизнес-игра с финансами на «ты». Это помогло им лучше понять, какими навыками необходимо овладеть для успешного ведения бизнеса. Мы понимаем, что от того, как молодежь будет развиваться, как она будет участвовать в экономическом развитии России, во многом будет зависеть экономическое благополучие нашей страны в будущем. Главной целью бизнес-конференции стало всестороннее развитие потенциала молодежи, что в свою очередь должно способствовать достижению долгосрочных целей, социальному, экономическому, культурному развитию страны, обеспечению ее международной конкурентной способности и укреплению национальной безопасности. Состоялось еще одно событие для молодежи. Это бизнес-форум. Он прошел в Корчаево-Черкесском государственном университете. Собрал тех, кто в будущем планирует стать предпринимателем. Сессия, обучающие тренинги, розыгрыши призов и возможность получить ответы от спикеров на все интересующие вопросы сопровождали участников бизнес-форума. Грандиозное событие для тех, кто хочет прокачать свои навыки управления и коммуникацией, протестировать их гипотезы идеи, а еще просто хорошо провести время на выступлениях и мастер-классах, которые собрало более 160 участников. На площадке вуза присутствовала молодежь со всей республики. Возможно, в будущем известных предпринимателей. Молодежь – это одна из самых динамичных и активных социальных групп в обществе. Она играет важную роль в формировании и ее развитии, внося свой вклад в различные сферы жизни, отметил министр экономического развития Корчаева-Черкесии Артур Езауф. Сегодня в активно меняющемся мире, в период изменений, молодежь должна суметь адаптироваться под текущие реалии, суметь для себя извлечь пользу, выгоду от происходящего и эффективно начать развивать свое дело. И наша задача, задача государства и институтов развития – обеспечить их всем необходимым для того, чтобы дать им старт в начале осуществления собственного дела. Сюда могут входить и меры государственной поддержки, и наставничества, и адресная помощь каждому молодому предпринимателю. Составили программу форума, максимально полезная для людей, которые в будущем планируют создать и развивать свой бизнес. Как вы сами считаете, на каком этапе запуска бизнеса стоит заняться наймом ассистента? Смотрите, как бизнес развивается. Он развивается как человеческая жизнь. Есть период детства, потом юность, зрелость и старость. То есть любой бизнес начинается со старта. В рамках мероприятия прошло пленарное заседание, где спикеры и участники обсуждали актуальные вопросы и проблемы, связанные с молодежным предпринимательством. Участники смогли получить консультации от экспертов и ознакомиться с возможностями финансирования своих проектов. В будущем диалог с молодежью может стать залогом успешного развития экономики нашей страны. Молодежь не только учится, но уже создает, открывает и развивает свой бизнес. В этой связи сегодня мы для молодых и начинающих предпринимателей будем рассказывать об основах предпринимательской деятельности. Поговорили, дискутировали с экспертами, которые сегодня, гостями, с экспертами, которые сегодня нас посетили. А также некоторые из экспертов сегодня будут вести образовательные несколько сессий. Кроме того, были проведены тренинги, на которых участники могли получить полезные знания и опыт для развития своего бизнеса. Сейчас предпринимательская деятельность является одним из наиболее эффективных инструментов направления деятельности с точки зрения успешной самореализации нашей прекрасной, талантливой, перспективной молодежи Карачаева Черкесской Республики. Конечно, здесь следует обратить внимание на то, что в рамках мероприятия и пленарной сессии присутствовали представители не только центра «Мой бизнес», но и торгово-промышленная палаты. Конечно, Министерство по делам молодежи Карачаевской Республики. И были представлены институты поддержки молодежного предпринимательства, где молодежь нашей республики, действующие потенциальные предприниматели, получили возможность задать свой вопрос, получить на него ответ. Спикеры форума рассказали о своем конкретном опыте и успехах в предпринимательской деятельности, поделились примерами успешных стартапов, инновационных проектов и преодолении трудностей на пути к успеху. Это были вдохновляющие практические рекомендации для студентов, которые задумываются о своей собственной предпринимательской карьере. Генеральный директор Абазапродукт Умар Кончев получил на развитие своего бизнеса кредит в МСП-банке. Основной вид деятельности его компания – оптовая торговля зерном. В итоге Умар Кончев получил кредит по продукту «Экспресс-поддержка» без залога под поручительство. Цель кредита – пополнение оборотных средств. Учитывая хорошую кредитную историю и то, что клиент нормальный выдал кредит, сумму больше, чем было в первый раз. И срок тоже был увеличен. Первый раз было три года, вот сейчас семь лет. Это как бы удобно. Конечно, всегда предприниматель хочет, чтобы процентная ставка была еще меньше. Мы исходим из реалий. Все знают меня как общественная деятельность, но тем не менее мы занимаемся предпринимательством, потому что мы еще должны сами себя обеспечивать и еще помогать другим. Поэтому несколько направлений деятельности. У нас есть направление сельхозное направление, одно из. Поэтому вот это именно на сельхозное направление. То есть в основном это выращивание и торговля сельхозпродукцией зерновыми, это кукуруза, пшеница, подсолнечник. Вот это именно деятельность, для расширения сферы этой деятельности. Сегодня время – самый ценный ресурс. Учитывая это, МСП «Банк» дает возможность получить быстрое финансирование. Экспресс-кредит для поддержания и развития бизнеса можно получить уже сейчас. Условия выдачи просты и удобны. Для этого нужен всего один документ – паспорт. Предлагают сумму до 8 миллионов. Такие условия стали возможными из-за того, что при заполнении заявки на кредит большая часть информации теперь загружается автоматически из доступных источников. Одним словом, больше не нужно тратить время на бумажную волокиту. Срок выдачи кредита – до трех лет, без залога комиссии страхования. До 30 ноября включительно получить такой кредит возможно по минимальной рыночной ставке – 12,5%. Такое отражение экономическая действительность Карачаева-Черкесии нашла в нашем выпуске. Пускай все у вас в жизни множится и растет. Прибыль, успехи, здоровье и доход. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok